Да, я знаю, прямо сейчас вы не верите своим глазам. Поззи вернулся в стенд-офф 2. Ребята, совсем недавно в стенд-оффе произошло обновление Fun and Sun, которое добавило новый батл пассик, который я уже, разумеется, купил до 270 уровня. В каких играх, нафиг, вы видели столько уровней в батл пассе? 270 уровней, что происходит? Перед тем, как купить этот батл пасс, я, разумеется, закинул себе голды на аккаунт и потом только понял, что за эту голду я нифигашеньки не смогу открыть батл пасс. Нужно реально донатить, чтобы получить оттуда все награды. Вы просто посмотрите, сколько же здесь у нас будет серьезных кейсов. Вы посмотрите, сколько у нас будет граффити паков. Ребята, если вы ждали моего возвращения в стенд-офф 2, обязательно поставьте лайк под этим видео. О, фрагментные боксы, блин, что происходит, ребята? А еще у нас будет один очень интересный кейс, откуда выпадают только ножи. Со стопроцентной вероятностью. И, разумеется, мы с вами его обязаны открыть в сегодняшнем видео. А, даже несколько таких кейсов, смотрите-ка, шесть! Я точно не ослеп, шесть кейсов таких, что? И все это благодаря нашему спонсору. Встречайте, новый GG Standoff 2.0. Соревнуйся за скины с другими игроками в новом режиме игры в адвай. Обновленный дизайн профиля и удобный вывод скинов с возможностью отмены вывода. GG Standoff, еще круче и удобнее. GG Standoff специально для моих зрителей разыграют по 10 Бравл Пассов и 10 Батл Пассов Бравл Старс и Standoff 2. Обнова уже вышла, но, как мы с вами знаем, GG-шечка первая добавляет новые скины и Батл Пассы на сайт. Но если вы покажете активность, они завезут для вас еще и Бравл Пассы на сайт. Так что пиши в комменты Бравл Пассы, они его обязательно добавят. И подарят более тысячи пассов для своих игроков. Я считаю, это лучший проект по кейсам в Standoff 2. Им ничего не жалко для вас, поэтому держите мой промик пози на бесплатное открытие кейса Топор и Щит. Врывайся в обнову вместе со мной, встретимся на GG Standoff. Ссылка в комментах. Большое спасибо, что вы досмотрели эту рекламу до конца. Ну что ж, давайте мы с вами начнем с... Хамелеон кейсов. Конечно же, это у нас вроде как недавние кейсы, они такие, знаете, свеженькие, от них пахнет свежатиной. Посмотрим, сколько красных предметов мне выпадет за сегодняшний видос. Итак, открываю наш первый кейсик, и как же я давно этого не делал. Оу, почти до красного докрутилось. Оу, слушайте, неплохо. Фиолетовое пламя, редкая хамелеон коллекшн. Ребята, этот дигл выглядит очень круто. Я думаю, что мы будем с вами миксовать эти кейсики, поэтому сейчас я открою немного. Фейбл кейсов. Не забываем то, с чего мы с вами начинали фейбл кейсы. Надеюсь, сейчас отсюда выпадет какой-нибудь золотой ножичек и... Оу, М110 Сайбер. Что ж, ничего интересного. В этом ролике будет много синего дропа, ребята. Ха-ха-ха, вы не представляете, насколько я рад пооткрывать снова кейсики. Хоть где-то, да, это не легендарные старт дропы в Бравл Старсе. Это кейсы, откуда выпадает реально классный дропчик. МП-7 Палас. Так, это у нас... Ага, эта пушка у меня уже была миллиард раз подряд. Давайте-ка, может быть, я открою один Фанэн Сан Вапен Кейс. Си Глинт может отсюда выпасть. Это красная пушка и... А, я ее даже здесь... Оу, почти докрутилась до нее. Офигеть. Ну, слушайте, МП-5 тоже выглядит достаточно бодренько, да? Вот смотрите. Пузырьки какие-то. Акула или анаконда какая-то. Так, окей, открываем следующий Хамелеон Кейс. Надеюсь, вы уже поставили лайкосик, ребята. Если мы с вами соберем много лайков под этим видео, то я чаще буду выпускать Стэндов 2 на своем канале. Тэг-9 Дискос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, ребят, отдаю должное. Скины в Стэндове реально очень крутые. Особенно в Хамелеон Коллекшн. Фанэн Сан Вапен Кейс. Открываю опять оружейный кейсик. Давайте, может быть, М40 Дэйбрейк мне выпадет. Нет, мне упадает. А, дробаш. Хэ, Сэм 10-14, тритончик, а? Спарки, здорово! Теперь ты на Исэме. Я хочу побольше разделаться с этими Фанэн Сан наборчиками. И, да, Дэйбрейк нам обязательно должен выпасть. По-моему, эта винтовочка выглядит очень прикольно. Особенно ее дуло. Такого, знаете, цвета морской волны. Давайте Фанэн Сан Чарм Пак откроем. Ага, это у нас вроде как брелки. Отсюда может выпасть Чибисерфер. А также Чарм Тотем. Тоже выглядит достаточно прикольно. Фламинго. Ой, нет. Окей, нам выпал логотип этой коллекции. Не знаю, куда я его повешу. Наверное, на какую пушечку топовую, которая выпадет за сегодняшний видос. Самую топовую. Вот туда я повешу этот брелочек. Так, нам с FableCase выпадает М110 Сайбер. Ребята, смотрите этот ролик до конца. Ведь в конце этого видео я буду открывать фан-сан ножевые кейсы. Поэтому присаживайтесь поудобнее, ребятки. Просто размените свои булочки. Потому что это будет эпичнейшее открытие. Опять нам выпадает дейбрэк. Да что за дела-то, а такие. Блин, мне так жалко, что я закинул 20 тысяч голды. Если меня кто-нибудь заранее предупредил, что не нужно закидывать голду на открытие всего батл пасса, то я бы этого не делал. Я потратил всего 900 голды на покупку первого уровня, чтобы чисто получить золотой пасек и все. Короче, пока что я не знаю. Ничего интересного такого эпичного нам не выпало. Перчаточки. Давайте перчаточки. Сколько красного выпадет? Настолько эпично этот видос и будет. Окей, открывай Empire Case. Empire, еще один. Так, MP7 Palace. Что я хочу пооткрывать? Я, конечно, хочу пооткрывать стикер пак. И еще, который мы с вами не открывали. Отсюда выпадает красный стикер, снапшот. Вот такой вот интересненький стикер можем получить. А еще Bubble Gum. Но нам выпадает Party DJ Shine. Это мои подписчики. Начинают доставать свои DJ-столы, когда узнали, что у пози вышел новый ролик по стенд-оффу. Ребят, сколько лет, сколько зим. Так, еще один фиолетовый. Ну, слушайте, мне нравится. Мне кажется, со временем этот скинчик подорожает на все 500 тысяч миллиард икс процентов. Revenge Case. Давайте-ка я открою. Очень много дропа мы получили. Я даже не знаю, сколько я все это дело буду открывать. Мне кажется, достаточно долго. Мак-10 Noxious нам выпадает из коллекции Revenge. Так, хорошо, давайте Charm Pack'и пооткрываем. Немножечко Charm Pack'ов. Charm, это у нас зачарованное означает. Правильно, и нам выпадает фламинго, зачарованный. Оооо. Ха-ха-ха. Слушайте, выглядит очень имбовенько. Так, знаете, прям максимально летним вайбом отдает. Это классно, ребят. Кто из вас уже искупался, напишите об этом в комменты. А кто еще не искупался, самое время, потому что самый разгар лета. А еще будет очень круто, если вы мне влепите летний лайк под этот видос. А лучше, если еще и нажмете на кнопочку подписаться. Да, она сейчас черного цвета, но почему бы и нет. Кто-то нажал на кнопку подписаться. Смотрите-ка, выпал тотем. Легендарненький, а. Чем-то напоминает маску из Крэш Бандикута, не правда ли? Так, еще один Эмпайр Кейсик. Ой-ой-ой-ой-ой, ладошки потеют. Почти до Бабл Гамма докрутились. Ёлки-палки. Не, ну слушайте, выглядит неплохо этот скинчик. Смотри, какой у чувака длинный нос, а. Почти что Буратино, только такой. Китайский Буратино. Fun and Sun Graffiti Pack. Ну давайте, красненького побольше. Не знаю, может быть, мне стоит как-то поменять свою стратегию. Открытие всех этих призов из Батл Пасека. Может быть, мне стоит вначале открывать один кейс, затем другой кейс, затем переходить к пакам. Но даже не знаю, есть ли в этом смысл. Так, Эммочка, Хамелеон Стейнлесс. По-моему, самый плохой скин, который мог выпустить из этой коллекции. Ой-ой-ой, вы просто смотрите, я даже устал это все листать. А слушайте, а давайте фрагмент бокс откроем. Неймлесс фрагмент, чтобы это не значило. Так, давай-ка посмотрим. Десять неймлесс фрагмент позволяет получить случайный скин редкости неймлесс. О-о-о-о! Хо-хо-хо-хо-хо! По-моему, это действительно самое крутое, что может нам выпустить. Золотого качества! АВМ Трэшер, я помню, за... Как дорого я его покупал. Керамбит Голд отсюда падает. Ой-ой-ой-ой. Ладно, давай-ка фрагментики эти пособираем, малеха! Смотрите, выпадает анкамовский фрагмент. И что мне делать-то с этим фрагментом? Нужно десять таких фрагментов собрать. Ладно, до этого мы еще с вами дойдем, потому что мне кажется, это будет вишенка на торте после открытия ножей, что мы еще сможем с вами собрать из этих фрагментов, это будет не менее интересно, поэтому, ребята, досмотрите ролик до конца. Так, опять коктейль нам выпадает, неплохое, неплохое, так скажем, коктейльчики мы с вами любим, особенно летние. О, два красных прокрутилось, ну за что? Ну ладно, нам выпал Вал Джокер, слушайте, с этой пушкой я, по-моему, еще ни разу не играл в стендов, она, наверное, появилась не так давно, но плюс-минус может быть годик. Следующий кейс это Ревенжик, Ревенжик, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, там был Блю Стил, точнее Стилето Тайдай, и нам выпадает Тайдай только Тэг-9, ха-ха, вот за такой бы скинчик, наверное, в КС-ке вы бы отдали несколько тысяч долларов, это уж точно, потому что это там называется поверхностная закалка. Знаю, что вам не нравится, когда я сравниваю КС-очку и стендовщик, но, ребятки, говорю факты. Так, нам выпадает СМ-3 тончик, тоже неплохо, давай-ка листаем вниз, ага, чармпак, давай, миксуем, чармпак кейс, чармпак кейс. Итак, что из этого чармпака выпадет опять? Зачарованный тотем, окей. Блин, кейсов остается все меньше и меньше, а паков как будто бы вообще не убавляется. Ладно, давайте я сейчас вот просто 5 паков открою, хорошо? Миксовать это, конечно, хорошо, но хорошо, что я это сделал, оу, water war, органическое качество, летс гоу, неплохо, неплохо. Все, ребята, я все отсортировал полностью по кейсикам. Итак, давай дальше открываем этот наборчик, что мы фламинго отсюда еще не получали, получаем с вами граффити алоха, это на гавайском, значит, привет, здорово, ёучок, ха. Давай, чармпак откроем, давайте, чибисерфера мне просто, дайте, сегодня все красное из всех наборов имею. Отвечаю вам, просто дайте мне чибисерфера, пожалуйста. Блин, почему они до сих пор не сделали вот эту вот сортировку, чтобы было удобно, чтобы я постоянно не пролистывал вниз, когда же разработчики стендоффа до этого наконец-таки догадаются? Ладно, пофиг, пойдет, пойдет, окей, была не была, ревенж кейс открываю, ребята, селета тай-дай, дайте мне, пожалуйста, либо какой-нибудь золотой, ну, блин, ну хотя бы клэш, клэш тоже выиграл очень классно. Ребят, вы все знаете, что люблю фиолетовый цвет, там был максимально фиолетовый скинчик, P90 клэш, дайте мне P90 клэш, я буду прям супер доволен, и опять мне выпадает тай-дай, ну как так-то? Только хочу, чтобы мне выпал хотя бы обычный скин, падает еще то, что мне уже 10 раз выпадало. Как это вообще работает? Почему этот бок рандома не позволяет мне выпить P90 флэш? Ну, конечно. Ладно, давайте, фанэнсан, открываем коллекцию, здесь скинчиков не так уж и много, я думаю, что мы с вами все сможем достать, так, SM10 притон выпадает, ничего интересного, давай дальше, опять фанэнсан, следующий пошел сразу подряд. Ребята, 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 опять тритонные, тритонские елки, красненькая, пожалуйста, пожалуйста, дайте мне что-нибудь арканическое, пожалуйста, ну почему, ну почему? А, водный пистолет, water gun, а, ну это что, шутка какая-то? Я вам что, шутка? Сюда пришел чувак, который долго не заходил в стенд-офф, вы должны дать мне какой-то подарок за это, хотя бы дать мне возможность выбить сегодня что-то красное, что-то классное, то, что я хочу выбить. О, ну пожалуйста, морской глинт, ну дайте мне морской глинт, неужели так сложно, че, жалко что ли? Вам не упутят, если я выбью себе этот си глинт, прикиньте, если он никому никогда в жизни не выпадал, а? Вот это будет неожиданный поворот событий, буду первым, кому выпадет си глинт, ладно, я уверен, что на рынке там уже много что интересного продается, поэтому... Да и брейк, так, опять выпадает, ну слушайте, это уже не прикольно, когда пушки начинают повторяться, так, давайте ревенж кейсик открою, потом опять перейдем с вами к наборчикам P90 Clash! Ну почему, за что? Опять тай-дай, блин, сколько тай-даев за этот ролик нам выпадет? Мне кажется, еще минимум штук 10. Все, давайте я сейчас граффити немного открою, так, знаете, переведу дыхание, рандомчик немного перераспределю, может быть мне в граффити будет лучше вести. Давай-давай-давай, граффити пак, еще один, пожалуйста, Rip and Rip, мне фламинго дайте. О, да, спасибо, так, вот это выглядит прикольно, мне нравятся, нравки-нравки, так, теперь открываю Charm, отсюда нужно выбить чибисерфера, я его почему-то не вижу, ну просто не вижу. Который раз открываю вот этот наборчик, ну не падает мне этот чибисерфер, давай, еще раз, чибисерфер, дайте мне чибисерфера, чибисерфер, спасибо, нет, только не фламинго. О, я плевал себе весь монитор, блин, он же почти остановился, это дурацкий чибисерфер, хорош, вот сейчас он мне выпадает, вот сейчас он мне выпадает. Нет, 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 пози, ты что думал, все так просто будет, а да пошел-то, просто тьфу на тебя, ай, зачем плюешься, разработчик стендоффа, за что? Charm Pan and San, так, это в очередной раз, уже третий раз подряд выпадает, хорошо, давайте, оружейный кейс один открою, Сиглинд, 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 Сиглинд! С двух сторон был Сиглинд и ни на одном не остановился, ладно, Empire кейсик открываем, может быть перчаточки сейчас упадут какие-нибудь, ооо, ну вот, вот же они были, только сказал про перчатки, ну было бы классно, если бы выпали, ну ладно, не выпали. По-моему, они у меня уже есть, вот эти розовые перчатки, я же все-таки не продавал до конца все свои скинчики, у меня там еще 700 предметов валялось, поэтому вообще не переживайте. Чиби-серфер из наборчика! Одни брюлки выпадают! Хамелеон кейс! О, да! О, слушайте, вот эти вот желтые перчатки выглядят очень круто, ой, смотрите, какая ВП-шка прикрутилась. А как она называется? Еще раз, погоди-ка, она называется Хани Тайшо! Ой-ой-ой-ой-ой, что за пафос? Как же она пафосно выглядит, а, ребят? Ну подарите мне, пожалуйста, кто-нибудь, а? Ой-ой-ой-ой, эти перчаточки тоже выглядят очень круто, вы посмотрите на этого хамелеончика. Не, ну я просто обязан, я просто обязан сегодня выкрутить что-то из этого красное. Ну хотя бы эту пушку-то, а? Уже бы засчиталось-то! Ой-ой-ой, хамелеон кейсы подходит к концу. Ой-ой-ой-ой, так, ну могли бы остановиться на ВП, как будто бы сейчас он как-то остановился слишком резко. Вот они специально пихают сюда много красных предметов, чтобы ты просто стоял, облизывался и продолжал дальше открывать все эти кейсы. USP Ghost! О, с призраками, ой-ой-ой, слушайте, а выглядит прикольно, знаете, как стикеры в Телеграме. Кстати, если вы еще не подписаны на мой Телеграм-канал, самое время это сделать. В следующем ролике по стенд-оффу я прокачаю аккаунт рандомному подписчику, который просто подпишется на мой Телеграм-канал по ссылке, либо по QR-коду на экране, если вы смотрите этот видос через телевизор или через компьютер. А еще ссылочка будет в комментах, ну, короче, вы все это и так прекрасно знаете. Давай-давай, водная пушка. О, Dusk Tide, тоже выглядело очень классно. По-моему, как-то совершенно не круто, что мне даже вот такие простые пушки не упадают, одни Daybreak'и выпадают. Я мечтал в начале этого видео, чтобы мне повыпадали Daybreak'и, но я не просил их так много. Я просто хотел несколько штучек, чтобы там, знаешь, одну продать, с одной поиграть. Ну, чтобы просто было весело, пофаниться. Пожалуйста, коллекция, дай мне то, чего я хочу. О, вот же он, Сиглин. Короче, я включаю в себе рейш-мод. Сейчас я буду просто без остановки открывать фан-эн-сан коллекцию до тех пор, пока мне не выпадет Сиглин. Давай, 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 морские блестяшки. Где они? Нет морских блестяшек. Фу, я даже голос себе немного надорвал. Ну, наверное, не стоит так громко кричать из-за каких-то скинчиков. Ааа, вот Трикана одни выпадают, Тритоны, а, Daybreak'и. Чё-то покруче нужно, чё-то нам нужно покруче. Давай так, Таск Дай хочу выбить. Хочу выбить Солтис и Сиглин, но в первую очередь ориентируемся на Сиглин. А если не выпадет Сиглин, то было бы неплохо получить Таск Тай. Только что о нём говорил. Ладно, это плюс ачивочка. Я хотел себе эту пушку, реально, выглядит очень классно. Выглядит прям суперски, а. Фиолетовый, такой переливающийся цвет, это самый приятный цвет на планете. Теперь давайте откроем Эмпайр Кейс. Оручий мог выпасть, но выпадает Фамас Энджер. А у меня есть золотой Фамас, я только с ним гоняю, поэтому этим меня особо не удивишь. Так, давай-ка дальше. Перчаточки прокрутились у нас и почти докрутились до Стимрайдеров, Стимпанковских перчаточек. Чё, у меня остался всего один хамелеон Кейс? Это что, шутка какая-то? Ладно, давай-ка мы его с тобой добьём. Хорошо. Юиспишечка. Нет! Дизерт Игл фиолетовый, статрековский. И смотрите-ка, счётчиком, по-моему, нам до этого статрек не выпадал. Давай-ка, фейбл кейсы мы с тобой закроем, чтобы забыть вообще про них, потому что каким образом они вообще затесались в этом пассе сюда ко мне, что? Так, давай-ка, ещё один фейбл кейс. Это вроде последний фейбл кейсик, который валяется у меня в инвентаре. И выпадает М110 Сайвер. Только одни М110 нам выпадали. Ооо, хочется открыть, вот прям очень хочется открыть один такой кейсик. И хочется отсюда достать, наверное, керамбитик Пеладжио. Ооо, органическая, блин, какой классный у него цвет, у этого керамбита. А это что такое? Ах, это похоже на какую-то помаду, я не знаю. Или на какую-то зажигалку такую металлическую. А чё здесь ещё есть? Во, смотрите, ещё такой нож может выпасть. Стинг Пеладжио, блин, классный цвет. Сиглинт тоже. Кстати, Сиглинт называется одинаково. Так же, как и та пушка, которую мы с вами пытаемся выбить. Дуалдаггеры, тики-тики, тики-массала. Ладно, мы с вами вернёмся к этим кейсам. Мы ещё к ним вернёмся. Я хочу их оставить на потом, потому что это будет реально очень эпично, когда мы будем открывать кейсы с ножами. И мне кажется, прям сейчас на рынке они будут стоить очень дорого. Если вы успели получить себе полностью весь батл пасс, сохраните эти кейсики на потом, на всякий случай. Уверен, что будут дорожать. Прям уверен на 200%. Ооо, сколько у нас кейсов фанэнсан. Вот это нам насыпали, я понимаю. О, чёрт! Ха-ха-ха-ха-ха, я уж там уже всё такой... Дааа, в голове фейерверки пускаю. Не-не-не, фиг там, фиг там, как говорится, фиг там. Ну, да ладно. Я просто в это не верю. Кейс открываем, вернёмся к сан-ан-сан попозже. Вернёмся потом к ножам попозже. Всё, нужно как-то отвлечься. Я просто не верю в то, что нам вот почти несколько раз докрутилось, но не выпало. Это просто шутка какая-то. Я для вас шутка. Можете надо мной посмеяться. Смотрите, сколько красного прикрутилось. Ну, конечно, дай-дай. Чё, у нас остались только фанэнсан кейсы, у нас остались ножевые и фрагментики. И очень много граффити паков. Прям очень много ещё стикер паков. Ладно, давайте, дооткрываем с вами стикеры, дооткрываем с вами вот эти вот паки. О, что-то новенькое. Фанэнсан. Такой, знаете, неплохой стикер. Давай-ка граффити откроем. Отсюда я уже выбил самую классную граффити. И вот этой граффити мне не хватало. Хитрейдж. Солнечный удар называется. Хитрейдж. Загорать на солнце нужно аккуратно, чтобы не получить солнечный удар и ожоги. Очень много ультрафиолета. Это просто вам моя рекомендация. Опять красная граффити. Вот граффити мне прям везёт. Вся моя удача ушла на граффити. Это прикол, да. Я думаю, что мы с вами обязательно что-то выбьем эпичное. Я думаю, из ножевых кейсов мы выбьем с вами самый крутой нож, который я давно хотел выбить. И надеюсь, что золотые осколки нам тоже повыпадают. Риббон риб. Окей. Это мы с вами видели. Давай-ка. Один кейсик открываю просто с пушечками. Рассчитывая на Сиглинт из этой коллекции. Солтис выпадает. Ну, выглядит неплохо. Веселенькая пушечка. Я хочу выбить капитана. Выпадает капитан. И всё, можем забивать на эти граффити. Больше они нам не пригодятся. Просто капитанчиком мне. Дайте, пожалуйста. Если он мне, конечно, не упадал. Я мог его пропустить? Ну, ладно. От этих граффити паков всё равно толку не особо много. Да, нам выпал капитан. Всё. Я выбил все граффити, которые только мог выбить. Что ж, возвращаемся с вами к Charm, к брелочкам. Чиби, чи-би, 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 чи-би. Ача-ача. Коктейльчик выпал. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-дамАВАЙ-ДАВАЙ! Я его так хотел выбить, у меня бы была незавершённая ачивка до конца этого видео, если бы я его не получил. Осталось только достать укулеле, это будет очень круто, если ещё выбудет укулеле. По-моему, я её не видел. Опять чибисёрфер? Ну почти. Четыре таких таборщика осталось, укулелечки, дайте мне для закрепления одну укулельку. Я на укулеле так и не научился играть. Сколько раз себе обещал научиться играть на укулеле? Ну, хотя бы здесь она у меня будет. Не, она дома у меня как бы тоже есть, но здесь-то я научусь на ней играть. Я её просто повешу на пушку, вот так вот. Вот тебе и игра на укулеле. Два наборщика. Укулельку! Почти докрутила. Ну всё, последний у нас чармпак остался. И будем с вами переходить к осколкам или, может быть, граффити. Блин, если бы сейчас на последнем выпало, было бы очень круто. Так, давайте ещё немного кейсиков откроем. Давайте три штучки, да? Три это, знаете, такое счастливое число. Таскдай, это у нас, который второй или третий за этот ироник. Давай-ка дальше. Красненькую-красненькую пушечку. Красненькую солтис. Неплохо. И последний кейсик открываем. Красную! Пожалуйста! Ну что, я разве многого прошу? Я уже столько этих кейсов открыл. Ладно, как насчёт стикерпака? Возвращаемся к нему. Стикер фламинго. Выглядит прикольно. Красный стикер снапшот тоже выглядит прикольно. Стикеры, это всегда прикольно. Давайте теперь попытаемся всё достать из стикеров. Итак, фламинго почти был. Пати-диджей. Пати-диджей выпадал. Все диджей прямо сейчас поставили лайк под этим видео. Опа, стикер фламинго. Чилау! Чилау, дружище! Это мне разработчики отправляют такое послание. Всё сегодня будет, чувак. Если тебе не выпадет сиглин, то 100% тебе выпадет тот самый керамбитик из ножевого кейса. Блин, как много граффити у нас. И как много стикерпаков у нас. Ладно, хочу красный стикер. Хочу красный стикер. Конечно, многого хочу. Получу опять фламинго. Релакс вап! По-моему, у меня его не было. А может и был. Ладно, пускай будет. Смотрите, сколько всего фиолетового. Что мне делать-то с этими стикерами? Я не понимаю. Как достать все стикеры? У меня есть фан. У меня есть диджей. У меня жвачки вроде нет. Да, нужно жвачку достать и снапшот. Снапшот это будет прям супер-пупер-дупер. Давай, 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 красный. Баблгам, остановись. Let's go! Баблгам у нас есть. Ооо, алоха. Смотрите, как сахарная вата меняет цвет. Все цвета радуги просто. Классный стикер. Let's go! Второй баблгам. Ладно, все, давайте пооткрываем пушки. Будем рассчитывать на лучшее. Будем рассчитывать на лучшее. Красное, конечно, выпадает прям с мизерным шансом. Шанс того, что мы с вами достанем морской глинт, ну он примерно 1%. Прям очень маленькие шансы. Не знаю, можно ли где-то посмотреть на самом-то деле. Да, смотрите, 2% на органическое качество. Но это неплохой шанс. 2% это очень много, особенно для какой-нибудь красной пушки. Потому что в самой КС-ке вы бы красную пушку вывели прям с шансом 0,5%. Оно специально прокрутилось. Оно должно было остановиться. Вы это видели? Оно должно было остановиться. И опять я упустил свой шанс. Вот отстой. Да ладно, 2 глинта. Статтрековский выпал. М16C глинт. Вы просто посмотрите на него. Наконец-то мы его выбили. Летс гоу. Летс гоу. Летс гоу. Ладно, я ожидал, что он будет выглядеть немного эпичнее. Все, мы с вами достали все пушки из этих кейсов. Как насчет того, чтобы сейчас достать последний стикер пак. Последний стикер снапшотик красненький. Да, сейчас нам красный уже выпал. Значит, из стикеров вот-вот выпадет. А потом с вами перейдем к осколкам. И будем с вами пытаться выбить себе супер золотую пушку. Которая будет стоить 70-100 тысяч голды. Я не знаю. 200 тысяч голды. Которая будет стоить очень дорого. Я чувствую, что я близок к тому, чтобы достать эти сокровища отсюда. Опять. Все ближе и ближе. Вы замечаете, да? С каждым стикер паком. Стикер паков у меня осталось не так много. Но я не теряю надежду. Ведь надежда умирает последней. Вот это я сказал, да? По-философски. Не правда ли? А нет, стикеров у меня еще прям миллиард на самом деле. Я-то думал, что все, стикеры подходят к концу. Ладно, отсюда 100% выбьем снапшот. Да! 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 Нееет! Я разочарован. Ребят, вы видели? Миллиметра не хватило. Просто одного миллиметра. Мне грустно, чуваки. Может, кто-то из вас до сих пор лайк не поставил? Каждый лайк добавляет плюс 1% к моей удаче. Каждый лайк абсолютно. Поэтому вы должны это сделать. На лайкосик нажать. А лучше еще нажать на подписочку, чтобы не пропускать новые ролики по стендоффу, которые я постараюсь для вас выпускать почаще. Давайте договоримся. Короче, если вам заходит этот ролик по стендоффу, то я буду раз в недельку минимум выпускать стендоффчик. Почему бы и нет? 2%? Вы видите, да? Здесь написано 2%. Вот почему ты сейчас-то не остановился, подлюка? Я вам покажу, что такое выбить стикер стэпшот. Блин, мне нравится этот стикер. А теперь я его хочу просто принципиально достать. Вы посмотрите, это чем-то напоминает Дрик и Морти. Так, знаете, издалека. И вы посмотрите-ка. Картиночка-то объемная. Там ее можно дальше как-то прокрутить. И, а, надувной круг. Давай, давай, давай. Все, выпади мне этот дурацкий стикер. Пожалуйста. Я разве о многом прошу? Хорошо, чуваки. Я предлагаю прямо сейчас открыть один ножевой кейс. Чисто по приколу открыть один такой ножевой кейсик. Керамбит Пеладжи. Пожалуйста, Керамбит Пеладжи. Пожалуйста, Керамбит Пеладжи. Скорпиона Хао, самый худший нож. Это самый худший нож, который мог выпасть. Ладно, давайте мы с вами перейдем к фрагментам. Давайте, золотые фрагменты мы с вами достанем. Надеюсь, что нам удастся 10 фрагментов одного цвета достать. О, он камовский фрагмент. Ничего себе. Сезон 2. О май гад. Еще один фрагмент бокс. Давайте. 10 таких штучек пускай выпадет. Арканический фрагмент мог выпасть. А что можно собрать из арканических? АВМ Бум. АВМ Хони Тайхо. Ну, может быть, сможем достать. Блин, ну, конечно, золотые это был бы прям супер жир. Но мне кажется, что они здесь выпадают прям с мега-мега низким шансом. Так, давай, следующий фрагмент бокс открываем. Ну-ка, 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 ну-ка. Эпический фрагментик. Это уже второй по счету. Так, теперь опять открываю один стикер. Окей. Бабл Гам выпадает хорошо. А фиг с ней. Так, давай-ка еще эпического. А сейчас на эпиках с тобой как затащим неплохо. Анкамовский фрагмент. Так, это второй у нас по счету идет. Да ладно! Я достал стикер Стап Шут! Я думал, что мне не выпадет до конца видео. Все, ребят, мы с вами достали еще один красный предметик из этих коллекционочек. И это действительно очень круто. Так, теперь фрагмент бокса. И переходим с вами к ножевым кейсам. Вы дождались этого момента. Блин, вот теперь она проскользила немного не в ту сторону, куда нужно было. Колявный фрагмент боксы. Я, кстати, видел там красный арканический фрагмент. Ну, неймлесс я даже не увидел, чтобы он прокрутился здесь. Хоть раз. Сейчас я добью все эти боксы. Так, эпический. Нет, анкамовский. Ну да, походу мы с вами соберем себе какую-нибудь вот такую вот пушку. Даже не знаю. Ну вот, пауэргейм выглядит прикольно, да, из таких. Ну и еще вот золотой калашик скейл. Хотя он не совсем золотой. Ну да ладно. Во фрагмент боксах нету золотого фрагмента. Он даже в начале не прокручивается. Это просто грязный кликбейт. Меня пытаются где-то обмануть. И я хочу докопаться на правды. Ладно, один видел. Второй увидел. Все, все, вопросы отпали. Че вы, че вы сразу в меня начали бананами кидаться? Последний фрагмент бокс. Итак, что же из последнего фрагмента бокса нам выпадет? Конечно, не золотой фрагмент. Нам выпал просто обычный фрагмент. Ничего интересного. Ну что ж, переходим с вами к ножевым кейсам. Открываем первый. Итак, понеслась. Почти керамбит выпал. Мне опять это говно выпало Ахау. Еще одни Ахау сегодня будут выпадать. Почти тот самый любимый керамбитик. Дайте, пожалуйста, керамбит. Докрутись, докрутись, докрутись. Ладно, мне выпал Танто. Танто, хорошо, хорошо, неплохо. Самый редкий нож это, скорее всего, керамбит Пелагея. Очень хочется, чтобы он мне выпал. Пожалуйста. Вот, ладно, морской глинт. Тоже неплохо. Последний. Три, два, один. А, стинг мне выпал. Оу, паттерн 483. Слушайте, он прям идеально голубого цвета. А, вот у меня еще один ножевой кейс затерялся где. Окей, нашел его. Это мой последний шанс. Это будет мой последний удачный кейс. О, тики выпали. Что угодно, кроме керамбита. Класс. Выбил почти все ножи. Вот столько здесь у нас еще граффити паков осталось. У нас еще остались вот эти вапен кейс, откуда мы уже все достали. Все, что могли. Давайте покажу вам ножи. Итак, нам выпал Пелагея, морской глинт, двойные даггеры Тики, Танто Салтайс и два Скорпиона Хауа нам выпало. Ну что ж, чуваки, большое вам спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если он вам понравился, обязательно поставьте лайк под этим видосом. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И подпишись на мой телеграм, если ты хочешь, чтобы я прокачал именно твой аккаунт в стендоффе.